Меня зовут Александр, и сегодня вы пришли к нам в спикер-глуб ВИП, и вы посещаете наше открытое занятие. Вы увидите, что мы здесь делаем. Я расскажу вам о публичном выступлении, что я знаю. Я думаю, что многие из вас меня каким-то образом знают. Я не знаю, как вы меня знаете, но, видимо, раз вы здесь оказались, то вы меня все-таки знаете. С чего мы с вами начнем? Одной из главных проблем каждого выступающего – это волнение, верно? То есть, почему сегодня я выступаю здесь, а часть аудитории здесь сидит в зале и не выступает? Да, видимо, что-то вас сдерживает. То, что вы меньше меня знаете, я сомневаюсь. Я правда сомневаюсь, потому что ваш опыт в чем-то уникален. Возникает вопрос – о чем выступать? То есть, мы волнуемся, мы не знаем, о чем говорить нужно, боимся потерять нашу мысль. Что нужно рассказывать людям, выступая? Все очень просто. Вот это – это то, что ниже, а то, что ваша аудитория не знает выше, то, что вы покажете. Это, так сказать, ствол вашего выступления. То есть, вы возвышаетесь выше, больше рассказываете, поднимаетесь к вашей цели. Кстати, если ваше выступление не имеет цели, то я не знаю, что вы здесь делаете. То есть, просто выйти поговорить, я не понимаю. Только что была беседа, вот, как вас зовут, представьте. Илья, Илья, когда пришел, спросил меня, Александр, а можно иметь первый ряд? Я говорю, здесь сидят наши участники спикер-клуба. Если только будете выступать, то садитесь. Илья мужественно уселся, я буду выступать, я готов. Рождается вопрос. Выступать Илья, скорее всего, может, у него хорошо поставленный голос, мы это все заценили. Но, если у него цель выступления, это другой вопрос. Поэтому, просто выступать без цели, ребята, я хорошо говорю, у меня много идей. Знаете что, ваши идеи, может быть, полезны аудитории, может быть, они кому-то интересны. Но, если у вас нет цели, вы-то зачем сюда встали, это непонятно. Поэтому, у каждого выступления, надо будет обязательно цель. Потом, вот, когда вы продвигаетесь к этой цели, как вы думаете, стоит ли отвлекаться? У вас есть цель, и вы хотите до нее дойти. Стоит ли вам отвлекаться на разные мелочи? Разного рода мелкие истории, мелкие факты. Нужно ли? Ваш ответ? Обязательно. Вот что вы делаете. Вы обязательно отвлекаетесь. Потому что, если вы вспомните, как построен хороший фильм, фильм обязательно нас отвлекает. Он идет к концовке. Но от начала до конца любого фильма происходит много разных вещей, которые часто же мало отношения имеют к фильму, правда? Нас это развлекает. Помните о трех самых главных принципах выступления. Первый принцип – это информировать вашу аудиторию. Второе – развлекать. И третье – побуждать людей к действию. И вот, когда люди думают, что я буду сегодня делать? Я буду их информировать? Я буду их развлекать? Или я буду их побуждать? Что же ему делать? Я вам что скажу. Любое выступление, которое имеет хотя бы одну из вещей упущенных, является ущербным. Вы должны информировать людей обязательно. Вы должны их обязательно развлекать. И вы должны обязательно побуждать людей к действию. Иначе зачем это все было тратить столько сил? Поэтому вот эти маленькие веточки, которые входят в сторону, это ваши развлечения. Разнородные личные истории, анекдоты даже. Какие-то замечания по поводу любого участника здесь, сидящего в зале. Обязательно нужны. Прежде чем вы до цели дойдете, это ваш информационный ствол, это ваше развлечение, и это обязательное побуждение к действию. Итак, возвращаемся к вопросу. А о чем таки рассказывать? Где брать историю? Где брать тренинг? Где брать выступление? У каждого дерева есть корни. Вот у этого дерева есть один такой маленький коренечек. И один вот такой огромный корень. Это что такое? Это ваша подготовка этого именно выступления. Почему она маленькая? Ну, вы готовитесь, возможно, один день, возможно, готовить два дня. Вот я сейчас готовился, пока я обедал внизу. Подготовка моя, это выступление заняло меня 30 минут. Почему так мало? Выступление серьезное, много людей. Хочется, в общем-то, выступить хорошо. Да потому что у меня есть второй ствол. Вот это у меня есть. Я выступаю и рассказываю о публичных выступлениях последние 4 года. И я настолько подготовлен к этой теме, что мне этот маленький корень ничего уже не меняет. Все, что я сделал сейчас там внизу, я организовал свои знания. Более того, если я буду от них сейчас отвлекаться, вам будет только интереснее. Заникает вопрос у вас. О чем вам выступать? То есть, скорее всего, сюда пришли. Вы хотите выступать где-то. Вы хотите вести свои тренинги, возможно. Вы хотите влиять на ваших подчиненных, либо персонал. Вы хотите как-то убеждать в чем-то людей. О чем вам рассказывать? Очень просто. Если у вас изначально нет опыта большого выступления, вы прислушиваетесь к вашей аудитории. Кто ваша аудитория? Это ваши коллеги на работе. Что они у вас спрашивают? Какие вопросы они вам задают? Если у вас есть друзья, о чем вы их консультируете? Все очень просто. Этот ствол питается вопросами, которые вам люди задают. Если, кажется, я многократно слышу, приходят люди, я не знаю, в чем мы выступаем. В спикер-клубе каждый готовит свой тренинг. Каждый свой тренинг. Свои выступления. Это могут быть политические выступления. У нас есть политики обучаются, обучаются обычные менеджеры, обучаются обычные люди. О чем мне выступать, Александр, я не знаю. Твоя личная история. Вот этот корень – это твоя личная история. Самый лучший корень вашего выступления – это ваша личная история. Есть прекрасный спикер мотивационный, его зовут Ник Войчич. Возможно, вы его знаете. У Ник Войчича нет ни рук, ни ног. Ник Войчич выступает, путешествует по всему миру, мотивирует людей, мотивирует их жить и радоваться жизни. Представьте ситуацию. Выходит на стол, он ходит по столу маленький, у него нет ни рук, ни ног, лишь одна культя. И ходит по столу вот так. Аудитория шокирована. О чем он может людям рассказывать? О чем? О своей личной истории. Если бы Ник Войчич, а он прекрасный спикер, рассказывал, как продвигать веб-сайты, если бы он рассказал, как зарабатывать деньги в интернете, все это было бы чушь собачья, потому что в аудитории есть слон. Что такое слон? Слон – это то, что мы все видим, об этом молчат. Представьте слона аудитории. Он выступает о том, как жить мотивированной жизнью. Вот его выступление. И его выступление пускает огромный корень в его личную жизнь. У каждого из вас есть такая история. Не обязательно отрубать себе руки либо ноги, чтобы рассказать людям историю. Она у вас существует. Это кем вы работаете. Это вся ваша жизненная история. Если, скажем так, многие женщины хотят выступать с личным женским тренингом. Почему бы и нет? Женская аудитория – это огромнейший рынок. Почему бы этот рынок не удовлетворить? Что можно сделать? Если девушка была замужем два либо три раза, она может прочитать тренинг «Как жениться и разводиться». Название – это другое дело. Но это будет прекрасным тренингом. Если мужчина ни разу не был женат, ему 40-50 лет, он может прочитать тренинг «Как покорить любую женщину». Видимо, у него есть такой опыт. Что угодно. Но ваше дерево питается от этого корня, от вашей личной истории. Очень просто. Первый шаг для написания своего тренинга, своего выступления – это сесть и проанализировать хорошо свой личный опыт. Вот что необходимо делать первым делом. Второй вариант – что у вас будут преграды. Будет трудно сделать. Хорошо, опыт у меня есть. У меня есть вопросы, которые меня спрашивают. Я людей консультирую. Но выступает-то другая ситуация. А вдруг, может быть, я не буду здесь идеальным? Может быть такое, верно? Вы не будете идеальным на сцене. И вот сейчас я расскажу вам уникальный феномен. Вы знаете, что у аудитории есть уникальная черта. Аудитория умеет читать мысли оратора. Я расскажу вам историю. При первом спикер-клубе я пригласил моих друзей. И друзей были Настя, были Слава, были другие мои друзья. Выступала Настя здесь. Настя – это наша крестная. Крестная моей дочки Сашки. Сашке сейчас 4,5 года. И выходя выступать, мы отрабатывали хорошее упражнение. Называлось «Кандидат президента». То есть мы выходили сюда. У нас был другой зал. Застанулись за трибуну. И отвечали на вопросы аудитории, будто мы баллотируемся в президенты. Идея хорошая, потому что если вы вживаетесь в образ кандидата, у вас больше и больше авторитета. Вы говорите, это вопрос мне не нравится. Вы подаете команду налево-направо. Вы вживаетесь в образ уверенного в себе человека. Выходит Настя, после большого количества вопросов по делу, что вы будете делать с бюджетом, какие будете платить пенсии людям, были вопросы компрометирующие. А вот скажите, у вас четверо детей. Это не помешает вам быть президентом? Настя смотрит на меня. Я смотрю на нее. У Насти, правда, четверо детей. Откуда аудитория могла это знать? Потом рождается другой умник в конце зала. А вот скажите, у вас все ваши дети от разных браков. Как вы это объясните? Зал смеется. Настя на меня. У Насти четверо детей. От разных браков. Как могла аудитория эту всю вещь уловить? Мы транслируем мысли. Вот здесь вот мы полностью раскрываемся. Люди знают, что вы думаете и что вы чувствуете. Выходит выступает Слава. Другой мой друг. Слава очень состоятельный человек. Вопрос Славе. Буквально второй, третий вопрос. Скажите, а вот вы будете бороться с коррупцией? Конечно, Слава юрист. Мы будем бороться с коррупцией. Что мы сейчас эту коррупцию все. А как вы объясните ваш огромнейший особняк на Рублевке? Слава чешет голову, смотрит на меня. У Славы большой особняк на Новорижском шоссе. Не на Рублевке. Этих случаев много. Аудитория читает мысли оратора. А есть другая вещь. Когда вы долго выступаете, вы читаете мысли аудитории. Вот что я сейчас чувствую, что аудитория наша разделилась на два лагеря. Есть участники спикер-клуба, которые будут сейчас выступать. А есть наши гости. Гости думают, сейчас я увижу идеальное выступление. Сейчас будет Александр выступать. Сейчас будут выступать участники спикер-клуба. Сейчас такие будут классные выступления. А наши спикер-клубцы думают, как же я им сейчас это идеальное выступление доставлю. Боже мой, ожидания же высоки. Знаете что? Ответ заключается прямо сейчас. Ответ на этот вопрос, как прочитать идеальное выступление, находится у вас в карманах либо в сумочках. Залезьте в ваши карманы либо в сумки и достаньте ваш телефон. Прямо сейчас сделайте это. Прямо сейчас. Залезьте в карман либо в сумки, достаньте ваш телефон. Доставайте. Мой прямо сейчас звонит, кстати. Я не знаю, кто мне звонит. Доставайте их. Во-первых, я надеюсь, что они у вас отключены. То есть отключите их с самого начала. А теперь давайте поднимем их вверх. Поднимаем телефоны наши вверх. Все телефоны вверх подняли. Классно, здорово. Ребят, я рад вас видеть. А теперь оставьте лежать телефоны вверху. У кого на телефоне нарисовано яблоко? Яблоко остается вверху. Больше половины аудитории. Правда? Так вот, вопрос к вам. Это яблоко нарисовано идеальным. Посмотрите на него. Оно идеальное? Оно не идеальное. Это яблоко. Кстати, Apple выбрана не случайно. Сегодня Apple. Это самая дорогая компания в мире. Вот сейчас мы посмотрим капитализацию Apple на сегодня. Apple сегодня стоит 560 долларов. Это 503 миллиарда долларов капитализации компании. Сколько компания стоит? Это самая дорогая компания сегодня в мире. А логотип у них, ребят, не идеальный. Вот так выглядит Apple. Каждый выходящий сюда хочет быть идеальным. Вы знаете, каким вы хотите быть? Сейчас нарисую. Вы поняли смысл? Вот люди, которые хотят быть идеальным, вот так они выглядят. Это просто жалкое зрелище. Выходя вот сюда, представь себе рост человека. Вот это стоит человечек. Сейчас мы такой симпатичный носиком нарисуем. Вот человек. Вот это его идеальное состояние. 100%. Желаю быть идеальным. О чем вы думаете? Вы думаете, как сильно вы не дотягиваете до 100%. Боже мой, я же сейчас не идеальный. А что если все это заметят? Есть хороший принцип. Он называется по-английски what you focus on expands. То, на чем вы фокусируетесь, увеличивается. Иными словами, чем больше вы думаете, что вы не идеальны, я не идеальны, я не идеальны, я не идеальны, не идеальны, к концу вашего выступления вы получаетесь вот здесь. Понимание неидеальности человека его просто раздавило. Все больше и больше и больше. Не стремитесь быть идеальным, потому что вот это вот идеальная фигура. Я знаю большое количество людей, которые из-за своей идеальности ничего в жизни не начали. Они все сомневаются, а вот начинать и начинать. А будет ли польза? Польза будет, потому что во всем есть позитивный опыт. У меня сейчас в частном коучинге огромное количество юристов, почему так, не знаю, юристы ко мне сейчас очень затяготили за мной, которые все собираются открывать свое агентство. Они все еще собираются, юридическое агентство. У них огромнейшее количество клиентов, но при этом они все еще работают на кого-то. Почему? Я еще не идеальный, я еще не готов. ты никогда не будешь готов. Если посмотреть процентную площадь этого яблока, будь оно целым, это было бы процентов 85. И 15 процентов, ребята, неидеальности. Всегда готовя любое ваше выступление, любое даже ваше бизнес-начало, что бы там ни было, мы никогда не можем быть идеально готовы. Дело в том, что мы не можем подготовиться теоретически к практике. Вся жизнь – это практика. Но готовитесь вы дома, сидя, тихонечко, теоретически. Поэтому, чтобы хорошо научиться выступать, нужно отрабатывать больше стейдж-тайм, время на сцене. Стейдж-тайм – это практика, практика, еще раз практика. Мне нравится картинка. Давайте будем дальше. Как вы думаете, как же все-таки отработать идеальные привычки на сцене? Потому что мы говорим о привычках. Хорошее выступление – это набор правильных привычек. Это все рефлексы. Вы можете как угодно много читать, как вам водить машину. Вы можете читать о боксе. Вы приходите на тренировку. А там тренер по боксу не скажет. Ребята, это ваша мускулюс латиссимус дорси, так называемая широчайшая мышца. Это такая-то мускулюс. Никого это не интересует. Полезай-ка ты в ринг, дружок, и покажи, чего ты можешь. Так вот, многие читают про мускулюс вне сцены. А приходят сюда и удивляются. О, у меня не получилось. Слушай, а почему ты вообще думал, что у тебя получится? Какие на то вообще были причины? Это же насколько нужно быть в чем-то даже глупым, я не скрою этого слова, чтобы думать, что ты можешь обладать знаниями и на основании знаний показать навык. Знания и навык, противоположные вещи, ребята, ученые, они могут учить и познавать. Если бы навыки приобретались изучением, то библиотекари были бы самыми богатыми и уважаемыми людьми. Они читают постоянно. Кто знает библиотекаря, потому что он знаменитый библиотекарь? Правда? Даже памятника такого нет. Так вот, чтобы быть успешным в публичных выступлениях, нужно соблюдать вот такую аббревиатуру. Все очень просто. Жру. Чтобы быть толстым, нужно много чего делать. Есть. Нужно хорошо питаться. Чем больше, больше ты ешь и превращаешься в суммаиста. Суммаисты едят много, очень калорийную еду, практически не переставая. Первая буква «Ж» означает, я обожаю аббревиатуру, ребята. Аббревиатура – это система. Во всем нашим системам. Система в бизнесе, система выступления. Буква «Ж» означает желание. Без желания ничего не получается. Возникает вопрос, а где же его брать? Часто нет желания. Я бы хотел бы. Это не желание. Это так. Часть даже желания. Вот мое желание выступать появилось вполне спонтанно. Меня пригласили на свадьбу. Тогда, я помню, это был год 2007. Я занимался активно инвестирами на бирже. Это было не лучших моих дней на бирже. Я прихожу на свадьбу. Я проиграл очень много денег в тот день. Я полностью подавленный. Я уставший. Биржа теряла много-много денег ежедневно. Я прихожу. Надежда была такая. Я дам конвертик. Я подарю цветы. Отсижусь там. И тихонечко, как-то растворяясь в толпе, оттуда уйду. Проходит 10 минут свадьбы. А сейчас на пустую речь с молодоженом скажет Александр Герасименко. Я думал, там есть другой Александр Герасименко. Я, правда, в это искренне верил. Я так поворачиваюсь. Вот такая камера мне направлена. На ней микрофон такой. Свет. И микрофон. И тишина в зале. 300 человек. Состояние моё не самое сильное. И я никогда до этого не выступал публично. Я думаю, что если собрать всю глупость, которую я в жизни говорил, 90% было сказано время этой речи. Мы с женой вышли с этой свадьбы. Идём обратно. Молчим. Она меня смотрит. Она меня не знала с такой стороны. Саша, а что это было? Не спрашивай, я не знаю. Я реально не знал. Но я разозлился. Вот злость может быть очень сильным мотиватором желания. Самый сильный мотиватор – это страх. Страх – это мотиватор. В два с половиной раза сильнее, чем желание. Иными словами, от медведя мы бежим быстрее, чем к баночке мёда. Страх – это сильный мотиватор. Часто слышу. А вот мне как-то не хочется особо. Я бы хотел. Но настоящего желания у меня нет. Это потому, что ты не поместился в ситуацию, которая тебя мотивирует. Необходимо понимать, что мотивировать нас или поддерживать мотивацию – это работа. И мы должны эту мотивацию создавать. Если вы чего-то боитесь, помещайте себя в ситуацию, которая будет и дальше вас пугать. Что я сделал после этого? Я записался на тренинг, где собирались коучи, московские коучи. Там было 20 человек. Я сел. Был такой полукруг. Я сел здесь. Я сидел 18-й. Как вы думаете, откуда я знаю, что был 18-й? Потому что они начали выступать с этого угла. Я считал. Мне осталось 17, 16, 15. Пока очередь до меня дошла. Я придумал, что буду говорить. Я коротко врезал мысль. Ху! Это было такое облегчение. Но это было страшно. Сейчас в это реально трудно поверить. Люди обращаются ко мне. Александр, я волнуюсь за частную коучину. Приходя сюда в спикер-клуб. Думаю, что вы вообще волнуетесь? Приходят люди, вас слушают. Столько внимания. Какой же праздник жизни? Мы хотели внимания. Мы одеваемся красиво. Мы этого хотим. Вот оно, внимание, наконец-то случилось. А вы его боитесь? Это же абсурдно. Но 5 лет назад, если отмотать, это было очень неабсурдно. Вот сейчас, возвращаясь в эту ситуацию, ох, как это было все реально. Я помню первое выступление в спикер-клубе. Кстати, хотите научиться? Хорошо выступай. Выступайте больше и чаще. Придумывая разного рода поводы. И тогда я подумал, а как же я научусь? Я отучился в разных курсах радовского искусства в Москве. Я понял, что, во-первых, было слабое преподавание, слабая практика, была слабая обратная связь. То есть там я ничему не научусь. Нужно больше практиковаться, еще больше практики, в меньшем количестве людей. И правильную обратную связь. Там не было обратной. Просто выступали, садишься, выступает на другой. Не было, никто не сказал, что нужно делать. И я решаю, я открываю свой спикер-клуб. Все, я его открою, при этом особо не умея хорошо выступать публично. Приходят люди. Тогда спикер-клуб открывался в Академии ГАСИС. В Академии ГАСИС мой друг был там заместителем ректора. Что это означало? Означало, что пришло 9 человек участников. Трое было моих друзей, а остальные были нагнаны моим другом Димой. Просто сидеть там, чтобы создавать аудиторию. И вот я выжил выступать. Вы знаете, вот такую враждебную аудиторию я не видел никогда. Я выхожу, я им все расскажу. Ребята, нужно выступать публично. Я стараюсь, мне немножечко страшно. Я думаю, я никогда в жизни не видел такую закрытую аудиторию. Они все вот так вот сели. Вот знаете, у всех есть моменты, когда нам хочется вернуться и что-то исправить в этих моментах в жизни. Вот это мой момент. Я хочу вернуться туда и прочитать им идеально мои выступления. Мне так этого хочется, но это невозможно. Вот сегодня, в какой-то мере, это мой небольшой реванш за это выступление. И вот я думаю, эти люди были страшны. Они были страшны в том зале, они были страшны вне того зала. Они просто были страшны по жизни. Я не понимал одного. Не понимал того, что люди – это зеркала. Вот как я себя чувствую, так же чувствует себя моя аудитория. Если я расслабленный, я готов шутить. У меня хорошее настроение. Именно так будет себя чувствовать моя аудитория. И вот почему они были страшны тогда? Потому что я их боялся. Вот что происходило. Но желание берется с этого же самого страха. Фактически мне сильно повезло. То, что у меня был такой страх, и я его признал в себе. Жру. Первая буква – это желание. Вас мотивирует страх. Вас мотивирует то, что вы хотите получить. Страх в два с половиной раза сильнее мотиватора. Вторая буква – это решение. После одного-двух лет ведения спикер-клуба я сделал небольшое исследование. Я решил посмотреть первые выступления каждого из наших участников. Я их всех перемотал. Мне была интересна одна вещь. С какой целью пришли ко мне люди? 10% людей сказали, что мы пришли просто. Нам интересно, чем вы здесь занимаетесь. Вот так было. 10% им было просто интересно. Как вы думаете, сколько людей из этих 10% научились хорошо выступать? Ноль. Ни одного человека. Они просто не завыступали никогда. Их выступления были плохими, провальными. Они так же, как пришли, так же и ушли. Просто растворились. Я даже с этой порой их не видел. И, может быть, даже увижу и не узнаю. Были другие люди. Было 80% людей. Эти люди пришли и сказали мне, что я хочу научиться выступать публично. Сколько из них научилось выступать хорошо? Половина. Половина людей, которые сказали, что я хочу научиться выступать, они научились хорошо, хорошо, уверенно говорить. Была другая часть, самая маленькая. Это было лишь 10% людей. Они сказали, я решил. Они пришли и сказали, я решил научиться выступать публично. Это было сказано не всегда уверенно. Было сказано дрожи в голосе. Было сказано слабо. Но я чувствовал силу за этими словами. Из них 100%. Каждый, кто пришел, я не клал им слова в рот. Я их не надумал. Ребята, говорите так, потому что так оно лучше сказать. Они сами сказали. И каждый, сказавший, я решил научиться выступать публично, научился хорошо говорить. Третья буква. Буква У. Это упорство. Необходима большая доля упорства. Потому что не каждое выступление будет вот тем идеальным яблоком. Не каждое будет идеальным. У нас взлеты и падения. Два шага вперед, шаг назад. Так мы развиваемся. Желание решения упорства делают из вас очень хорошего оратора. И еще одна вещь, прежде чем мы перейдем к нашим выступающим. Есть четыре этапа становления оратора. Первый этап. Это вы должны узнать сами себя. Первый. Это познание самого себя. Это ступенька. Узнать себя. А где вы себя узнаете? Дома. Сидя перед компьютером. Одному. С книжечкой. Это узнание, что в книге написано. Вы не знаете себя, если вы не подвергаете себя небольшому давлению. Я рисовал такую диаграмму с пикер-губами. Сейчас вернемся к этому слайду. Многие люди жалуются. Сейчас нет настоящих друзей. Вот что-то вот нет их. Феномен происходит в обществе сейчас. Есть социальные сети. Есть Facebook. А друзей-то реально их стало мало. Смотрите. Вот это будет рост людей по шкале лидерства. Один выше, чем другой. Он больше лидер. Этот меньше лидер. Этот еще больше лидер. Вот что происходит сейчас у нас в жизни. Эти люди, скажем так, они круче, чем другие люди. А вот здесь пошел настоящий пресс на них. Пресс жизни. Трудности. И он давит изо всех сил. Он сдавил их. И все они выровнялись. Они все просто оказались фальшивыми лидерами. Он всех сдавил. А вот этот один остался. Образовался лидер. Если вы задумаетесь. Люди находят друзей. Чаще всего в армии. В тюрьме знакомятся. В боевых действиях. В наше время в институте. Это были трудные места. Там не так просто было находиться. Сейчас жизнь очень комфортная. Мы живем в тепличных условиях. И где мы можем сейчас найти друзей? Мы просто не можем проверить человека. Какое он под давлением? Могу ли я вообще ему доверять? Вопрос открытый. А когда я вижу, когда пошел пресс. Ах, он настоящий. Я ему доверяю. Где же в этой жизни взять пресс? Вопрос трудный. Вот здесь. Выходя сюда. Все понимают. Сейчас я нахожусь под небольшим давлением аудитории. Все смотрят. Вижу ваши глаза. Полная тишина. И все чего-то меня там ожидают. Люди видят, что я справляюсь с давлением. Я не подвожу. О, интересно. Он не подведет. Мгновенная дружба. Это иллюзия дружбы. Вы не знаете меня. Я не знаю вас. Но у вас возникает ощущение, что мы с вами друзья. Почему? Я строю отношения, показывая, как я справляюсь с давлением. Это к вопросу, где вам брать друзей. А вот теперь к этому вопросу. Первый этап был – это узнать самого себя. Второй этап – это принять себя. Это не так просто. Вы себя узнаете, и поверьте мне, вы себе не нравитесь. У вас не такой голос, как вы думали. Оказывается, ваш голос передавался вам по воздуху и через кости. Получался очень объемным. Он так звучал красиво. Были низкие частоты, были высокие частоты. И вы так красиво говорили, когда вы себя слушали. А тут было ваше видео. О, боже ты мой! И показать стыдно. И смотреть не хочется. Принять себя – это серьезное дело. Это не так просто. Одно из упражнений – многократно выступать. Многократно. Почему, опять-таки, я так люблю выступления? Во-первых, не потому, что я веду спикер-клуб. Я его открыл, потому что я верю в выступления. Необходимо выступать публично. Потому что при каждом выступлении вы проходите вот этот пресс. Вы его больше и больше проходите. И вы принимаете себя под давление. Невозможно принять себя дома. Принятие себя. Позднее я рекомендую настоятельно просматривать ваше видео. Все, что происходит в спикер-клубе, сзади стоит камера. Она прямо сейчас меня снимает. Мы снимаем совершенно все. Это все выкладывается в интернет. И вы себя дома смотрите. И чем больше вы смотрите себя, буквально болезненно проматывая. Вот я такой, я такой. Да, я такой. Да, я кривой. Да, я запинаюсь. Да, у меня есть слова-паразиты. Ху! Ну, вот такой вот я. И такое облегчение происходит. Лерри Кинг, ведущий американский интервьюер. И, пожалуй, один из лучших ведущих любых церемоний. Он всегда, выходя к аудитории, это еще было в 60-х годах, говорил, что он еврей. Настоящая фамилия Лерри – это Лерри Зайгер. Зачем он это делал? Потому что он принял себя. Он раскрылся. И раскрываясь, и принимая себя. Я такой, какой я есть. Я ничего не скрываю. Ху! У вас такое облегчение возникает. Поймите одну вещь, что оратор, выходя на сцену, многие неопытные ораторы пытаются что-то здесь скрыть. Я вам покажу такую узкую сторону меня. Вы сейчас меня увидите. Такой я прям весь хороший. Аудитория читает мысли. У вас это не получится. Аудитория видит вас такой, какой вы есть на самом деле. Поэтому показать чего-нибудь там вряд ли. Есть хорошее правило. Вы можете быть на сцене только тем, кем вы являетесь в жизни. Возникает вопрос для наших новичков, для гостей. Кем быть на сцене? Играть роль? Кого-то. Или быть самим собой? Давайте проголосуем. Кто думает, что необходимо играть роль? Поднимите руку. Прошу гостей. Играть роль? Один человек. Кто думает? Нужно быть самим собой. Большинство. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Правда. Играть роль? То есть я выхожу сюда. Друзья, сегодня вы узнаете увлекательнейший факт о публичных выступлениях. Что-то вам не нравится такое выступление, так кажется, да? Хотя вы улыбаетесь. Или другой вариант. Ох, сегодня у меня колесо пробило, это правда. Я опоздал на 12 часов на занятия. А вчера я задержался вечером. Честно говоря, я устал. И вот будучи самим собой, фух. Ну чего, ребят? Сегодня у нас будет выступление. Я вам расскажу какие-то штуковины. Как нужно выступать. Интересно. Будет вам понравиться. Что-то вам тоже не нравится, да? Что-то в этом не так. Почему? Да потому что оба варианта неправильны. Правильный вариант. Нечто, находящееся в середине. Чтобы сделать хорошее выступление, нужно не играть роль. Нужно не быть самим собой, а быть лучшим проявлением самого себя. Это можно научиться. Быть лучшим проявлением самого себя буквально по щелчку. Принять себя. Это один из элементов на этом пути. Далее. После принятия себя наступает расслабление. Это один из самых важных этапов выступления вашей карьеры. Многие не замечают, но доверие формируется в минуты расслабления. Вспомните любые ролики, рекламные ролики. Выступая в роликах, слушая ролики, какой там голос, в этом самые сильные ролики. Реклама духов, реклама нижнего белья. Голос, буквально постельный я его называю. Почему? Потому что постельный голос – это голос, которому доверяем больше всего. Если молодые люди или пожилые люди как-то оба оказались в постели, то они доверяют друг другу. Это голос с максимальным доверием. Какой он? Расслабленный. Представьте, выходит этот человек, он весь напряженный. Он очень напряжен. Вы ему верите? Он старается. Он старается. Он использует разного манипуляций, чтобы на вас повлиять. В напряжении нет доверия. Что мы делаем, когда мы общаемся с напряженным человеком? Мы ждем. Мы ждем, пока он расслабится, потом «вот, я ему доверяю». Вот такой он настоящий. Мы ждем его настоящего, когда он перестанет манипулировать в расслаблении. И вот представьте, вы узнали себя. Вы себя приняли. Да, я такой есть. Какой есть, такой есть. И позднее вы расслабились. Аудитория на вашей стороне молниеносна. Любой расслабленный оратор – это оратор, который располагает доверие аудитории. Если вы проанализируете лучших ораторов, прямо сейчас, пробежа в голове, то ораторы с доверием, а я подчеркиваю, без доверия – это балабол. Оратор – это которому доверяют. Любой оратор, он расслабленный на сцене. Он может взвинчивать атмосферу. Может быть, он взвинчивает в стакке ситуацию. Он может такие вещи делать специально. Но все-таки он расслабляется. Ведет себя расслабленно. Почему? Да это же доверие. И последнее. Не помещается. Это фокусировка. После расслабления вы можете фокусироваться на ваших паузах, на ваших словах. Вы можете фокусироваться. И ораторское искусство, как таковое, это искусство управлять вашей речью, вашим голосом, вашими идеями. Теперь мы посмотрим, как это делают наши участники. Я хочу ставить вас одну мысль. Мысль для наших гостей. Помните, чтобы научиться хорошо плавать, нужно много плавать. Вы не можете ходить вокруг бассейна, говорить, как нужно плыть. Я понимаю, вода мокрая, где-то 2-6 градусов. Это все не работает. Нужно научиться плавать хорошо. Чтобы научиться читать, нужно читать. Чтение помогает для того, чтобы читать. Но чтобы научиться выступать, плавание не помогает. Чтение не помогает. Размышления тоже не помогают. И мысли, когда-нибудь однажды я выступлю, тоже не помогают. А страх – это не грипп. Грипп – болезнь. Мы укутались под яльчиком, мы закрылись, отлежались там 7 дней. Ху, полегчало. И часто ошибочно мы полагаем, что страх – это негативное чувство. То же самое, что и болезнь. Сейчас я отсижусь, я сейчас отлижусь, и все пройдет. Не проходит. Если вы волнуетесь, выступая, если вы боитесь, не пройдет. Будет только хуже. И чем больше вы боитесь, тем больше у вас опыта, труса. А трус опытом – это серьезный трус. Вот я рекомендую таковым не становиться. Чтобы научиться выступать, нужно много выступать. Поэтому мы сегодня выступаем. У нас выступления будут неидеальные. Мы неидеальные. Мы – яблоко правильное. Мы не то яблоко, которое я вам показывал. Но мы практикуемся, мы эти вещи понимаем. Поэтому спикер-клуб прежде всего – это клуб единомышленников, которые понимают, что социальное давление высоко. И только находясь здесь, на глазах у всего этого давления, можно научиться его хорошо сдерживать. Начнем мы выступать с очень позитивной вещью. Сейчас я вручу дипломы тем нашим участникам, которые отучились в группе 21 сентября. Тария, можно мне наше диплом? Так, давай. Так, берем. Первый диплом. Дениса. Денис мне показывает. Сашка, я сейчас не готов. Я сейчас не могу выступать. Что-то на меня сейчас нашло. Смотрите, я вам представлю Дениса. Денис – это один из людей, которых я уважаю больше всего в спикер-клубе. Я многих людей уважаю и уважаю особенно. Я объясню, за что. Когда к нам пришел Денис выступать, было видно, что Денис, он максимально был далек от уверенного выступления. То есть, если многие из вас думают, что, возможно, я не оратор. Может быть, я что-то там не так. Когда Дениса понял, что он на собой работает серьезно. И вот на какой бы стадии сейчас Денис не находился, в своем развитии как оратора, как спикера, я Дениса очень уважаю за ту работу, которую она собой проделывает. Я знаю одну вещь, что самые сильные изменения происходят в жизни не тогда, когда мы решили измениться. Просто вот я вот хочу поменяться. Я хочу. Вот он хочет поменяться. Мы его встречаем через три года. Он до сих пор хочет. Он тоже в самой работе. Жизнь никак не меняется. Он все хочет и хочет и хочет. Уже интенсивнее, но все же хочет. Я другой человек. Мы вот так взяли его из его жизни, бросили вот сюда его. И он уже другой. Он сам поменялся. Самая сильная история изменений в жизни называется эволюция. И эволюция произошла из-за того, что человек помещал себя в среду и там менялся. А что делает Денис? Несправильно к этому делу подходит. Он помещает себя в среду, где некомфортно, плохо. Может быть, поначалу. Но здесь происходят изменения. Денис, твой диплом, ты его заслужил. Второй диплом. Это диплом Ксении. Ксения у нас опытный оратор, бесспорно. Да, мы это все заценили. Когда пришла вторая группа, у нас есть общий доступ ко всем нашим видео. Они посмотрели группу первую. Они видео первой группы посмотрели, сказали, вау, эти ребята были просто звери. И когда я спросил, а кто там был такой зверь? Ну вот эта вот девушка, которая пришла речь про паузы, это было нечто. Ксюша, вот ты один из тех зверей. Я тебя поздравляю. Спасибо. Очень красивый диплом. Даже здесь я не промолчала, правда? Одно из качеств оратора, смотрите, нужно любить это место. Потому что если вы его не любите, у вас ноги будут направлены в эту сторону. Вы просто будете, вам не захочется быть здесь. И люди будут это чувствовать. Люди – это зеркала. Они чувствуют то, что чувствуете вы. Если вы выходите, все, я скорее сейчас убегу, это все-таки неправильное ощущение. Сцену нужно захватывать, а иногда нужно брать ее в бою. Поэтому здесь нужно любить быть. Вот я начал, у меня был план выступать 20-25 минут. Я думаю, что я уже это все время перерасходовал свое, а уходить я не хочу. Следующий диплом. Диплом человека, который проделал максимальную работу над своим голосом. Максимальную. Подошел к этому максимально серьезно. Инвестировал большое количество денег в закупку разных видеороликов о развитии голоса, о своем имидже. И который всегда, стопроцентным в случаях, был у нас подготовлен. Дима, это твой диплом. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Так. Одно из качеств оратора, который ценится больше всего и который строит самые сильные отношения, это открытость. Это самое сильное качество. Если вы обратите внимание, то мы уважаем даже больше не тех людей, которые громче кричат со сцены, которые больше развлекают, которые мы больше верим. Это открытость рассказа о себе, настоящей истории. И у нас были истории, в которых были абсолютные чемпионы. Дим, ты один из наших чемпионов по откровенным историям. Отличная полиграфия. Отличная полиграфия. Знаете что, одна из вещей, которой мало говорится вообще о публичных выступлениях, и сегодня даже мне не хотелось бы об этом рассказать, это умение контролировать себя и свои эмоции здесь на сцене. Многие говорят, что публичное выступление – это страсть. Знаете что, я часто вижу, выходит страстный оратор, и он переполняет чувства. Ребята, я сейчас вам такого всего расскажу. Это не страсть, это эмоции. Настоящая страсть – это когда ты настолько мотивирован, ты можешь управлять своими эмоциями и своим сообщением. И у нас в спикер-клубе есть человек, который научился максимально управлять своими эмоциями. Это Руслан. Руслан. Продолжение следует...